Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я очень рад вас видеть сегодня на нашем открытом эфире. Меня зовут Туребаев Достанер Истанович. Я являюсь преподавателем Международной педагогической академии дошкольного образования. Итак, тема нашего открытого эфира сегодня – развитие логики, мышления и речи. Это очень большие психические функции для человека, который начинает свое формирование еще в раннем возрасте. Из обычных частных вещей. Ведь с самого своего рождения ребенок уже может видеть, он может слышать, улавливать звуки. Ребенок может получать знания своими способами. Но эти знания требуют систематизации. А взрослый в этом плане помогает ребенку систематизировать эти знания, превращая их в различные категории, виды и многое другое. А ребенок, он растет. Он окружен различными объектами. А объекты – это объекты культуры человека, которые изображены перед нами в виде форм. Поэтому ребенку необходимо развивать первоначальные представления о формах. На основе различных объектов ребенок развивает свою моторику, опираясь на них, трогая квадраты, круги, шары и многое другое. В этом плане он развивает и мышечную память, и моторику, и многое другое. Конечно же, интеллект тоже. Но когда мы говорим о развитии представления о формах, ребенку необходимо показывать изображения двумерных. Двумерные изображения, которые ребенок будет проецировать в свое сознание. И репрезентация этого изображения уже в сознании ребенка будет, можно сказать, копией реального объекта, реального изображения. На основе этой копии ребенок уже будет строить свой будущий опыт на основе взаимодействия с различными формами. В этом плане представление ребенку различных пособий, в которых изображены объекты в виде форм, круг, квадрат, конечно, это изначально мы учим, да, прямоугольники, многоугольники, то есть многое другое, трапеции и так далее. Мы демонстрируем через различные изображения пособия, где они, конечно же, подписаны большими буквами. На основе такого ассоциативного ряда ребенок уже лучше запоминает данные изображения объектов. И пособия, которые мы показываем, становятся намного приоритетнее, когда мы говорим о развитии представления о формах, нежели объекты, которые мы им даем в руки. Если мы говорим о развитии форм, представлении о формах. Однако, конечно же, трудно переоценить роль и объектов тоже. Поэтому мы это все систематизируем и представляем одновременно. Для ребенка это будет намного полезнее, нежели мы будем концентрировать внимание на одном и том же продукте. Также на первом году жизни и старше ребенок очень часто и активно включает уже в свою речь различные слоги и слова. Многие слова ребенок черпает из общения со взрослыми, с мамой и папой. Но для того, чтобы у ребенка появился и обогатился словарный запас, ребенку необходимо также демонстрировать различные пособия, в которых есть изображение данных слов. Например, когда мы говорим, скажи, например, лампочка. Вот у нас есть реальная лампочка, мы можем на нее показать пальцем. Но также можно показать на лампочку, которая изображена в пособии. Различные пособия или стол, или стул, и многое другое. Или такие предметы, которые нет у нас в быту. Например, машина, она может стоять на улице. Или, например, не важно, дерево, куст, кичка, то есть различные животные. Это все демонстрируется через различные пособия. И также на основе ассоциации ребенок уже начинает быстрее запоминать различные слова. В этом плане развитие речи происходит динамичнее для ребенка. Далее, когда мы говорим о развитии эстетических, например, эстетического восприятия, конечно же, в первую очередь мы развиваем у ребенка цветовые представления. Хотя многие исследования показывают, что эстетика представлена у ребенка с самого раннего возраста. Ведь проводили эксперимент, когда ребенку показывали изображение на основе выбора экспериментатора и многих других участников взрослых людей с красивыми чертами внешности и не красивыми, если так можно сказать. То ребенок больше внимания концентрировал на людях, которые более красивые, честно говоря. И далее они вывели категорию красивые люди, те люди, у которых симметричные черты лица. И ребенок больше внимания уделял им. Но тем не менее, когда мы говорим о эстетическом развитии, мы говорим о цветах. Цвет вносит за собой эмоциональное восприятие, эмоциональное подкрепление различных объектов. И цвет очень важен для ребенка, так как на основе него ребенок уже развивает свою эстетику, представляет различные изображения. Когда он раскрашивает объекты, он радуется своему делу, радуется тому, что он сделал. Поэтому цветовое восприятие тоже важно. Однако, необходимо также показывать, что существуют различные цвета, за ними тоже идет различное эмоциональное подкрепление, и показывать, какой цвет оточисляет определенную эмоцию, можно сказать, и какие цвета могут смешиваться, показывая и представляя нам другие цвета. Это тоже можно делать через определенные книги и через определенные пособия. Далее, когда мы говорим уже о логике и мышлении, то здесь мы уже, можно сказать, некоторую основу у ребенка развиваем, то есть форму, речь, цвет и многое другое. Но, тем не менее, для того, чтобы у нас мы достигли вот этой цели развития логики и мышления у детей, конечно же, мы не обходимся и без антонимов. Антонимы – это такие слова или объекты, которые несут за собой различные противопоставления. И данная тема сейчас очень популярна стала, так как сейчас очень много исследований выходит в этом плане, и много различных словарей, антонимов, различных публикаций, статей по этой теме. Особенно это важно для филологов, так как они сейчас очень много внимания уделяют этой теме. Антонимы – это очень сложная тема для ребенка, так как ему необходимо понимать, что существуют различные противопоставления. Например, когда мы даем ребенку, ну или показываем змею, у змеи есть начало, у змеи есть конец, да, и ребенку надо понимать, что вот начало – это противопоставление к концу. То есть это два антонима, однако эти два антонима принадлежат одному и тому же объекту. Это уже диалектик, можно сказать, в начальном этапе. Поэтому ребенку это сложно, и это все необходимо демонстрировать. Когда мы говорим о формах, давайте сейчас сделаем под итог, мы формируем у детей представление о формах, возможно, даже величинах. Когда говорим о речи, развитие словарного запаса, умение составлять многословные предложения. Если это цвет, ознакомление детей с вариантами цвета, умение называть цвет и развитие цветовосприятия. И на основе различных исследований, можно сказать, что в возрасте от двух лет главным структурообразующим является именно цвет, не форма, а цвет. Когда мы говорим о логике, развитие логического мышления, выявление закономерностей, умение сопоставлять, выявлять, вычленять. Мышление, развитие аналитических способностей у детей дошкольного и более старшего возраста. В этом плане, когда мы говорим о таких важных и больших вещах, необходимы пособия. И я бы хотел порекомендовать вам... Коллеги, меня видно, слышно? Подскажите, пожалуйста. Так, видно и слышно, почему-то я себя не вижу. Ну, хорошо, продолжим. Извините за ремарку. В этом плане я бы хотел вам порекомендовать специальные пособия, которые несут за собой цель развития логики мышления и речи. Конечно, во-первых, это книга форм, как и вначале я говорил, что вначале мы показываем и развиваем у детей представление о формах. Поэтому это книга форм. Обратите внимание, это начальная страница, которая также несет за собой различные формы, а это уже страницы, которые представлены в пособии. Пособия эти состоят из твердого картона, до 10, по-моему, страниц, или до 20 страниц. Надо будет посмотреть. У меня только одно пособие, я сейчас вам покажу его. Да, здесь очень яркое оформление. Это автор Сара... Вот фамилию забыл. Зарубежные пособия, переведенные на русский язык нашими переводчиками. Так, Сара Дайер, художник. И обратите внимание, какие здесь представлены формы. Ведь для ребенка очень сложно, во-первых, посмотреть и вычлили для себя определенную форму из-за страницы, на которой представлены различные формы и величины. Однако мы ребенка учим концентрировать внимание на различных формах. Например, дверь. Дверь – это какая форма? Это прямоугольник. Например, телевизор. Это тоже объект. Они с дверью почти не похожи. Однако у них есть особенность, похожие друг на друга. Это прямоугольность. Форма прямоугольная. Также у нас есть КАМАЗ, да, грузовик, у которого багажник, да, ну вот этот вот кузов, тоже прямоугольная. Картина, окно – все это прямоугольное. Мы учим ребенка тому, что многие объекты у нас систематически похожи друг на друга именно формами. Следующее пособие – книга слов. Слова очень важны для детей, особенно важны их показывать в картинках. И здесь уже обратите внимание, какие слова здесь могут встречаться. Именно слова с животными, слова с объектами, слова и в быту, и на улице, и в природе, и многое другое. Чаще всего здесь каждая страница, она представляет определенную категорию. Например, животные, здесь, например, тоже можно встретить и морских обитателей, и что бывает большим, то есть это уже величины, уже мы развиваем у детей. То есть задача, которая стоит в пособии, она несет за собой не только развитие мышления или слов, если как в названии мы прочитали. Надо исходить из того, что производитель несет за собой определенную задачу, а мы можем эти пособия использовать уже в различных сферах. И помимо того, что мы показываем слова в картинках, мы также говорим о том, что некоторые объекты больше. И можно сказать, что, обратите внимание, вот у нас мячик круглый, а солнышко у нас тоже круглый. То есть пособие не только развивает словарный запас ребенка, а также представляет ребенку различные величины. Следующее пособие – книга цветов. Книга цветов. Очень яркие цвета здесь представлены, обратите внимание. И также представлены эмоции, которые связаны с различным цветом. Ребенку необходимо показывать на определенных персонажей, говорить, что он чувствует в этот момент. Например, вот у нас розовый и красный, у нас котенок чувствует любовь, а это у нас, ну, вроде как зайчик, он смущается. То есть эмоции тоже представлены у различных персонажей. И, конечно же, это книга антонимов. Антонимы – это очень сложная тема, она представляется ребенку. Конечно же, именно задача представления антонимов уже чуть позже, после того, как мы формируем у детей представление о формах, словах, величинах и цветах, и многого другого. Однако, давайте сейчас я вам поближе... Вот это пособие «Книга антонимов». Очень мне нравятся эти пособия, они в цветном варианте, красивые. Помимо того, что здесь представлены объекты, распределенные по категориям, например, в доме, да, вот у нас есть на улице, в животные, действия, глаголы. Здесь представлены картинки объемные, которые можно показывать детям, что, например, здесь лампочка, да, здесь у нас кровать, то есть вот это лестница, диван, машина, вот, и многое другое, показывая ребенку, уча ребенку видеть определенные слова. Особенно мне нравятся вот с животными. Животные здесь очень красиво представлены почти в реальном, и реально по отношению друг к другу в размерах. И также тут можно легко определить, кто какое животное представляет из себя. Вот такие пособия, ссылочку сейчас, вот книга цветов, вот общую ссылочку я сейчас вам отправлю на эти пособия. Называется «Серия слова в картинках». Это четыре пособия, формы, цвета, слова и антонимы. Так, эти четыре пособия, вот они представлены перед вами. Логика, мышление, речь – это основные задачи, которые несут в себе. Однако, это инструмент, на самом деле, пособие для родителя, для педагога, поэтому использовать его можно совершенно по-разному. То есть, если пособие несет за собой задачу развития словарного запаса ребенка, однако там есть изображение, есть цвета, конечно, мы и можем придерживаться и данных, задач, когда мы развиваем ребенка, показывая им. Конечно, это все происходит постепенно, с участием и показом различных пособий, не только одного, а то есть мы в совокупности систематически показываем, представляем ребенка. Все эти пособия доступны на сайте школы «Семи гномов». Со скидкой сейчас 25% мы продлили промокод до 13 мая, поэтому переходите, пожалуйста, по ссылочке, могу сейчас продублировать, кто не успел, и вводите промокод «МПАДА». Это наша международная педагогическая академия дошкольного образования. Приобретайте 25% на эти пособия. На этом все, большое спасибо вам за внимание. Предыдущие эфиры вы можете посмотреть на канале YouTube, у нас там канал YouTube «МПАДА», вот ссылочка тоже есть, можете по ней проходить, подписываться и смотреть предыдущие наши эфиры, там уже накопилось достаточное количество, чтобы потратить даже, можно сказать, целый день на эти эфиры. Поэтому спасибо большое, что сегодня были со мной, всего вам хорошего и всего вам самого лучшего.